Уважаемые коллеги, начинаем пресс-конференцию экипажа экспедиции МКС-40-41. В состав экспедиции входит командир транспортного корабля «Союз ТМА-М», бортинженер МКС-40, командир МКС-41, Сураев Максим Викторович, космонавт Роскосмоса России. Рик Вайзман, бортинженер транспортного корабля «Союз», бортинженер МКС, астронавт масса США. И Александр Герц, бортинженер транспортного корабля «Союз», бортинженер МКС, ЕКО, Германия. Мы не заводили послеполетную пресс-конференцию сразу после приземления экипажа, потому что в Россию прибыл только Максим Викторович Сыраев. Не тот себя плохо чувствовал. Поэтому в послеполетной пресс-конференции, пожалуйста, прошу вас, какие у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, Игорь Ермаченков, Донецка «Россия сегодня». Мне бы хотелось узнать относительно научных экспериментов, вопрос для каждого, что из научных экспериментов было лично для вас самым интересным, какие открытия вы сделали. И еще меня, в частности, интересует мухи, от которых вы привезли с орбиты. Что с ними удалось выяснить и каково продолжение на основе тех знаний, что вы получили? По поводу мухи. Конечно, мухи у нас разлетелись по всей станции и долго не мешали. Это шутка. Это шутка. Но на самом деле, знаете как, много научных экспериментов проводится. То есть у нас там, я не знаю, порядка, ну где-то в пределах, примерно 40 экспериментов всяких разных было. В принципе, ну почти это стандартный набор, который проводится, наверное, каждый раз, когда экипаж улетает в космос, направления всякие разные, начиная там, я говорю, от исследований Земли, фотографирования бытового элементарного, заканчивая какими-то там медицинскими экспериментами, биотехнологическими, материалобеденными и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, поподробнее можно все это там в отчетах ознакомиться. Есть у нас там пресс-релизы, есть отчет экипажа и все это как бы более так сформировано и как-то обобщено. По поводу мух, которые вы говорите, на самом деле эксперимент, да, мы знаем, что у нас есть мухи, но мы как бы с ними особо не работаем в том плане, что они, и насколько я могу понять, что они прилетают еще в состоянии, когда они не мухи, когда они более, так скажем, в нереспектабельном виде, вот, а потом этот весь процесс мухи наверное разошли, я так понимаю. То есть там у них есть у нас специальный герметичный контейнер, который там есть питательная среда, у них там есть вентиляция, у них там есть, ну так скажем, свой дорог. Единственное, что там наша задача это как-то обеспечить им условия, наверное, открыть вентиляцию, потом это все дело вешается на панели, это все дело экспонируется, привозится домой обратно, а дальше уже это вопрос к ученым, какие там результаты, как это все, и чего добились, и как они там развиваются, поэтому, наверное, какие-то результаты есть. Вот. А вот у них там тоже и были, теперь мы с огнем расскажем про огонь. О, огонь, да. Это у меня очень понравилось, у них был эксперимент, и много дней они там занимались этим экспериментом. Были, конечно, и разные всякие, которые даже рассказывают здесь нельзя, вот, потому что они секретные, вот. Но был вот, мне очень понравился, у них там, мы сейчас все расскажем, вот они там что-то с пламенем делали, да, несколько дней занимались, то есть специальной камере, но это мы сейчас расскажем. В первые два месяца нашей экспедиции мы с Алексом проводили много времени исследуя пламя в главбоксе. Мы исследовали различные материалы, различные ткани, металлы, и мы смотрели, как эти материалы, ведут себя в среде с пониженным содержанием кислорода и потоков воздуха. И this research was actually begun on MIR, when the US astronauts were formed on MIR. Первые такие исследования проводились еще на станции MIR, когда американские астронавты впервые сюда прилетели. И, for us, it was great, because it's not every day you have to actually light a fire intentionally on the space station and watch it burn. Конечно, для нас это был потрясающий эксперимент, потому что не каждый день удается зажечь огонь на Международной космической станции. Ну вот, Алекс еще хочет что-нибудь. Тоже по-английски эксперименту, я говорю по-английски, но я не знаю слово. Так что я думаю, что я думаю, что целый уровень экспериментов на русском и США, включая ИСА и Джакса эксперимент, было, я думаю, почти до 160 разных экспериментов, depending на то, как вы считаете. ИСА также было около 40, которые были привыкли на колумбус модуле ИСА. ИсА – это количество экспериментов проводимых на российском сегменте, а также на европейском модуле Каламус, на японском модуле Джакса доходит до 160. И, ну, все зависит от того, кто как считает. На европейском модуле проводилось порядка 40 новых экспериментов. Он будет даша. Это должно быть короче. О, первый раз. Один из моих любимых экспериментов я провел на европейском модуле. И это называется «зебра-фиш». И мы имели эти зебра-фиш вместе с нами в space, живые, 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 живые. И также живые, живые, живые. И эти зебра-фиш вместе с ними, они провели большую часть своей жизни в space. Мы доставляли на МКС этих рыбок. Они не живы на МКС. И так, мы возвращали потом эти рыбок. Расскажи, как вы потеряли. Один из них. Это же человек страшный. И так, мы изучали эти рыбки, которые провели их всю жизнь в space. Мы знаем... ... ... ... ... ... ... И это рассказывает нам много о людях, которые у нас есть условия на Земле, как мышечная атрофия и кровь. Владимир Пашкевич, Федератской космонавтики России. Есть вопрос ко всем трехчленам экипажа. На станции МИР стояла фотоаппаратура МКТ-6, разработанная германская ГТР. Замечательная фотоаппаратура, которая работала в любых диапазонах. День и ночь, понятно, о чем я говорю. Стоит ли подобная аппаратура сейчас, или просто это обыкновенные фотоаппараты Дина Фоксова? Это обыкновенные фотоаппараты, профессиональные фотоаппараты, причем там разных марок есть, с разными объективными, да, то есть, я не знаю. Поэтому ночной съемки мы реально не сделаем, понятно. Почему? Ночная съемка делается? Ну, можно, конечно. Кстати, Алекс очень красивый делал, и Рид, я знаю, что они там делали действительно аж даже какие-то фильмы, именно с ночной съемкой, то есть, это можно делать. Это профессиональная аппаратура, которая, если ее правильно и грамотно настроить, можно снимать и «Аврору», где мы идем северное сияние, и ночные города, и все это видеть. И аппаратура позволяет им это делать. Спасибо. Но стационарного такой, который был на Станции «Мир», огромный, большой, стационарный, такого, да, такого нету, в принципе, я думаю, и необходимости в этом нету сейчас. Нет, да? А вот сейчас техника, она позволяет, сейчас бывает так, что он тоже самый, я не знаю, хороший фотоаппарат позволяет снимать намного лучше фильмы, чем профессиональный камер. Поэтому нет необходимости, я считаю. Хотя, может быть, на перспективе потом. Если Германия... Но Германия поручил пусть. Но они сейчас работают над этим, да, они сказали, будут делать фотоаппарат специально. Добрый день, Нарик, Московская, 360. Максим, это у вас ваш второй выход в космос. Каково это возвращать слово на орбиту, с какими чувствами, и насколько это тяжело или наоборот сразу все выдают? Так про выход в космос или про полет? Про выход в космос. Спасибо. А, запись. Ну, вы знаете, могу сказать, что, наверное, раз, два, три, слышно, да. Могу сказать, что, ну, конечно, второй полет уже как-то проходит более осознанно. Может быть, немножко, чуть меньше впечатлений. В том плане, то, что ты знаешь, как это будет происходить. Но впечатлений все равно очень много. Вот. Стараешься, может быть, и знаешь, и понимаешь, где ты можешь ошибиться. И поэтому ставишь как-то это или более качественно, или как-то обходить в места, или как-то вот, ну, имея опыт, как-то это все дело сглажим. Не знаю. За время его отсутствия у нас российский сегмент прирос у нас новым модулем, американский сегмент у нас прирос новым модулем. В принципе, вот приходили, да, если в прошлом полете у нас было два шага, приходило. В этот полет у нас был и американский новый корабль, это который и Сигнус, это и который Драгон были. Это, не знаю, мне было очень интересно, например, наблюдать за ребятами, поскольку они первый раз, и вот именно ихний, вот этот эмоциональный взрыв, когда, когда действительно вот мы вывелись в космос, да, когда они смогли первый раз там увидеть в иллюминатор Землю, то есть вот ихняя реакция, ихние ощущения, да, эти восторг, это здорово. И когда прилетели на станцию то же самое, поскольку, знаете, как, сколько бы нас здесь не обучали, не тренировали, все равно вот это вот, когда оно действительно там, когда оно вот действительно живое, когда оно вот ты реально в космосе, посмотреть вот на реакцию человека, конечно, это здорово. А в невесомости, как то же самое, как два человека начинают, да, как рыбки начинают пытаться что-то... Ну, это процесс, я не знаю, это очень интересно, это незабываемое впечатление, поэтому, где я больше получил удовольствие, я даже не знаю. Я думаю, наверное, во втором полете, наверное, больше. Благодаря тому, что у меня прекрасный экипаж, и в том числе, наверное, было некомфортнее, даже восторгается, чем комфортнее. Тогда встреч на Лафроту Швириде и Александрову, какого это в первый раз выйти в космос? Какие чувства, эмоции, ощущения, что больше всего поразило? What did you say? Emotional failure? Yeah. Emotional failure? Срыв? No. Срыв. No. Срыв. Oh, I just... There's so many things I remember, so many things I loved during that mission, but definitely the first moment when we got into space and you could look outside, Alex saw her at first, and I saw it second, and there's just so much emotion, it's so beautiful. Yeah. There's so many things I remember in the cosmos, and I loved it. I saw the Earth, and Alex was the first one, and I was the second one. It was just amazing. Thanks. Just the Earth, the horizon's so blue, and then the space is so black, and I'll just never forget looking out at that. That was fantastic. It was fantastic. And then just learning how to live in space and getting to go down and see Max every week and have dinner with him, those are some of the great times that we had up there, and then Alex and I got to go do a spacewalk together, and so that was certainly a highlight for me. I'm learning how to live in the cosmos. and I'm learning how to live in the cosmos. And I was learning how to live in the cosmos. And so I think it's normal. атмосфера очень хорошая, из-за хорошего командира, самый лучший в мире. Для меня, конечно, это мой единственный, но это классно. Если у меня была возможность летать еще раз в космосе с этой экипаж, всегда. С удовольствием, кого не хочет. Большое спасибо. Прошу, пожалуйста, следующий вопрос. Мне хотелось бы задать дебат Александру Георсу. Вы, как последнее поколение космонавтов немецкой, самый молодой. А какой-нибудь у вас контакт с первым поколением, с немецким языком Сигмундом Йеном, что-нибудь у вас связывало? Может быть, вы даже знакомы с ним? Или как-то контакт какой-то? Да, 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 конечно. Сигмунд, он хороший друг моего. Мой всегда в контакте был, я даже его звонил в космос. Когда-то здесь же пресс-конференция проводилась, вот 20 лет назад или больше. Как раз здесь же пресс-конференция была с ним. Для меня это какая-то большая честь, быть знакомым с ним, конечно, и он хороший, великий человек, но он тоже хороший друг. Мы были у него дома на даче, он приглашил меня. Ну да, это очень хорошо общаться с ним, конечно. У него большой опыт во время ГДР и вообще по космическому тему. И поэтому, да, я очень рад его встретить снова, а скоро домой, дома в Германии, конечно. Он, кстати, пригласил Винсики Паш, насколько я помню. Да. Вопрос всем прям членам экипажа. Вы уже вернулись на Землю, уже прошел месяц. Скажи, Дед, какой он формы, и там есть свои чувства. So, Alex and I are about the same age. Max, he's much older. So, we're just taking it very slow with Max, like, шаг за шагом, you know. Мы с Алексом примерно одного возраста. Макс гораздо старше нас. Но мы, тем не менее, шаг за шагом, все равно приближаемся от этого возраста. I think overall, the three of us seemed very lucky. We came back, and immediately after landing, I think we all felt very good. And we were walking fairly easily, a little wobbly at first. But within just a few, maybe 30 minutes of being back on Earth, I think we were all doing very well, it seemed. And so far, I'd say, with the treadmill and the weight machine in space, those seemed to be working. Because all three of us used them, and all three of us are in really good shape right now. По возвращению to Earth, we all felt well. We were all moving. We were moving a little bit stronger. After 30 minutes, we were coming to us. And now, in one month, through the return, we felt well. We also helped us to exercise and exercise again on other fareclampsers in cosmos, which we were constantly working, so that we felt in shape. Most of us didn't add anything. Добавить нечего. Спасибо. Вы встретились после месяца. Что вы делали в последние несколько дней? Это секрет. Это секрет. Нет. Мы сделали то, что мы делали за последние несколько дней. Мы делали это много, много раз. Когда мы были в тренинге, на разных местах, где мы находимся. Мы всегда приглашаем, либо в нашем доме, или в нашем доме, где мы встретимся. И здесь, в Сар-Сити, один из наших любимых мест, мы идем на Баня. Это отличная русская традиция. Мы всегда делаем много времени. Мы там за три или четыре часа. Мы просто сидим и поговорим, и встретимся с другими космонавтами. И это один из моих любимых мест. Это... В принципе, мы делали все то, что мы делали на протяжении периода нашей подготовки здесь. Мы встречались с нашими друзьями, с нашими космонавтами, с семьей. Мы вместе куда-то ходили. Также одна из наших любимых русских традиций это посещение русской бани. Мы ходили в русскую бани вместе. Мы провели порядка трех-четырех часов, разговаривая с нашими друзьями и космонавтами. Ну, хорошо проводили время вместе. Спасибо. Хорошо. Ходят легенды о различных космических традициях. Там делаются в пустыне, колесо за одни машиной перед полетом и так далее. А что про колесо? Возможно это только легенда, да. А есть ли какие-то традиции, о которых мы не знаем, может что-то новообразовавшееся, какие-то там еще такие суеверия небольшие? Ой, это вообще сложный вопрос. Ну, каждый несет какие-то свои суеверия. Я вообще считаю, что чем опаснее работа, чем она вот такая неизвестная и связанная с риском, тем более человек суеверен. Я, например, знаете, когда первый раз я посмотрел, знаете как, я вообще так, стараюсь быть нецей, верно, но когда союз ТМА-13, я сразу уп, и мы на эмблеме вместо тринадцати сделали ее, в принципе. Вот. Потом посмотрел продолжительность полета, сто шестьдесят шесть суток. Шестьдесят шесть, думаю, упс, гей. Да. Ну, нормально. Знаете, в принципе, да, у каждого есть какие-то такие вот они, маленькие, так скажем, хитрости, какие-то традиции, какие-то суеверия, которые человек несет по жизни с собой. Поэтому все мы вам, конечно, их не раскроем. А у вас был экипаж какой-то тотемная игрушка? Обязательно это, да. Это, как бы, есть у нас одна из традиций. Называется это по-научному индикатор невесомости. Вот, да. Но обычно это, да, берется с собой какая-то небольшая игрушка. Прошлый, поскольку я прошлый полет брал, и у меня она есть в дом. Вот. В этот раз у нас были два индикатора. Это, да, у Рида была такая игрушка жирафа. Вот. Опять же, это детишками все. Это вот от его детей. Они, как бы, папе все это собрали, и она с нами летала все время в космосе. У Алекса был кто? Зач? Не помню. Мышка. Мышка, 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 да. Вот мышка, это вот Лаура у него подруга вот сидит. Это от нее пришло. Пришла эта мышка с нами летала. Поэтому... Такие маленькие вещи, которые все равно, конечно, скучаешь по семье, по родным, по близким, по родственникам, друзьям. И оно как-то позволяет им. Что вообще брали с собой в космос? Что брали? Новые вещи. Какие? Чай. Чай. Только чай. Хорошо. Ну, давайте так, что много там не наберешь, потому что, если честно, у нас ограничения и лимит по весу. Если для российского космонавта это один килограмм. Лично. Вот. Для ребят это полтора килограмма. Поэтому что-то там набрать в космос, то, что хотелось бы с собой взять, конечно, не получается. Поэтому это и такие памятные какие-то. Может быть, сувенирчики, которые дорогие. Может быть, часто там обручальные кольца. Какие-то фотографии. Какие-то, может быть, письма. Что-то такое памятное. Много людей очень просят то же самое. Свозить в космос. Ну, какие-то вот... Ну, твои друзья, да. Ребят, вот у меня вот есть такой талисманчик. Пожалуйста, свозите. Мне будет очень приятно. Конечно, соглашаемся, конечно, берем. То есть это... Ну, в килограмм много не засунешь. Поэтому это все такое-такое-то вот. Оно легкое, мелкое, небольшое. Спасибо. Спасибо. Прошу. Пожалуйста. Да, 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 да. С сайта, да. Ваши нам нужно было сказать. Здравствуйте. Евгения Водолазкая, газета «Спутник» «Королев». Вопрос о прибытии женщины-космонавта российской Лены Серовой. Как вы готовились к ее встрече? Как готовились к ее встрече? Как готовились к российской сегменте к прибытию именно женщины? Ну, и как помогала ОКИПА, естественно? Как вообще прошла встреча, потому что российских женщин на МКС не было достаточно давно? Ну, я, например, на российской сегменте перестал убираться где-то за две недели. Я знал, что Лена приедет, она будет все убирать. Вот. Да, если серьезно, то как это? То есть как обычно, то есть подготовили, конечно, ей там место средообитания, каюту, там где-то попылесосили, где-то почистили, где-то там подобрались, прибрались после предыдущего экипата, который улетел. Ну, это нормально. Ну, это нормально. Да, это, в принципе, не потому что там Лена Серову приедет, не потому что это нормальная штатная процедура. То есть, да, это подготовить им и сделать для них, так скажем, особенно первые дни, чтобы они пока входят, пока у них там острый период адаптации, чтобы им было полегче. Вот так. Спасибо. Алексей Репин, телеканал «Лайт-Ньюз». Чего больше всего не хватало, конечно, кроме родных и близких там на Армите? Это первый вопрос. И второй, вот когда вы уже приземлились, была ли мысль, что что-то вот не успели, нужно еще один раз, чтобы что-то доделать? Спасибо. Чего больше всего не хватало? Да я не знаю, понимаете, многие, многие вещи, которые я говорю здесь, они для нас обыденными, да. Вот, я не знаю, просто взять и, извиняюсь за выражение, попой сесть в мозгу и вот сидеть вот так, как я сижу, не хватало. Хочется иногда. Там просто лечь на кровати и укрыться одеялом? Хочется. Просто, я не знаю, набрать в руки воды и умыться? Хочется. Понимаете? Чего больше, непонятно. Просто обыкновенных там земных радостей, я не знаю, потому что мы знали, я прекрасно понимал, да, проходит лето на земле. Да, то есть, получилось, у нас там только вот в мае улетели, приземлились в ноябре, да, в ноябре. То есть, лето прошло мимо. Знаешь, там, звонишь, там, когда родственникам, друзьям, да, они там, вот мы поехали на речку, да, вот мы и пошли за грибаньем. Ну, конечно, хочется. О чем? Или вот мы вышли на шашлыки, да. Или ребята там прислали мне фотографию, о, Макс, смотри, вот баню отремонтировали и, конечно, хочется. Вот, ну, это, это нормальные земные, как бы, желания, которых ты лишаешься, но, естественно, ты приобретаешь. Там, конечно, все мне завидуют и говорят, Макс, а вот нам бы хотя бы на минуточку в невесомости, как это вот почувствовать поплавать. Вот именно, когда ты можешь там, одни пальцем оттолкнувшись, улететь куда хочешь и там прилепиться к потолку и переночевать. Ну, грубо это, понятно. Поэтому, ну, получаю, теряешь что-то, приобретаешь что-то, вот. А второй вопрос? А, вот. А, вот. Да, да, да. Вы знаете, это тоже самое. Я считаю, что это такой процесс, когда ты что-то делаешь, когда ты много делаешь, когда ты увлечен, когда у тебя огромный объем работы, когда ты должен выполнять. Естественно, вы знаете как, это, ну, это желание, как вот, я не знаю, уехал ты в командировку, уехал ты на отдых и кажется, ну, вот, еще бы денечек, да, вот, еще бы, еще бы пару часов, еще бы, но на самом деле это процесс перманентный. Ну, то есть, оставь тебя еще на день, найдутся дела, которые, вот, еще бы чуть-чуть, еще вот денечек и все, и вот я бы все доделал, и, естественно, что-то осталось не доделать, естественно, что-то хотелось бы, вот, еще бы зацепить в самый последний момент, еще что-то вот, докончить, дошкрябать, что-то вот там, дособирать, где-то вот что-то сделать. Но это может, это может просто растянуться к бесконечности, потому что все, всех дел не перейдешь. Ей, что-то другой момент, пум, стоп, ребят, хорош, поехали домой, хватит, смена, смена закончилась. Вот. Что-то хотите добавить? Одесса. Да? Да, точно. А еще вопрос к Александру Герскуру. Как следили за Чемпионатом мира по футболу? Смотрели и куда-нибудь? Я очень рад, что я вернусь. Что ты куда-то скажешь? Понял, что это правда было с тобой. Ну да, это, конечно, интересное время для нас всех, потому что мы видели как прямой эфир большинство игр через КЮ Бэнд, так как у нас ради спас. И тоже эти игры около вечера были. Значит, у нас было личное время смотреть иногда. и это смешно было. Конечно, в конце концов у нас это сбор был. И приел в голове моего членов экипажа. Кроме Макса не очень не хотел. Да, потому что можно было до начала Чемпионата сразу на лосо бритву. А для нас очень смешно было. И, конечно, хорошая тружба, там сидишь с ребятами, смотришь футбол. Это чуть-чуть как дома. Поэтому эти моменты важнее в косметической эстенции. А еще Максиму, соответственно, тоже в футболах. Вы с кого болели, когда наши люди? Не знаю, я, знаете, ну да, я так следил, но так вот, чтобы прямо, знаете, в явном виде. То есть, поскольку у нас, да, поскольку Германия там у нас двигалась очень хорошо, вот, за Германией. Он пошел домой и никогда не смотрел после этого. А то, что я заметил, мы все были за командой, которая один из наших был. Когда Россия играла, я за Россией был очень. И когда США был, я за США был. Кроме, один раз, кроме Германии. Ну, друг друга играли. Германии и США, конечно, в этом случае нет. Но вообще, мы как-то зря там смотрели. Я очень рад был, когда Россия, так как Россия... Вылетли у нас чемпионаты. Нет. До этого. Мы очень хорошо играли. И я пострадал. Спасибо. Прошу вас. Расскажите, пожалуйста, о ваших профессиональных планах на будущее. Где вы хотели служить? Что исследовать? В какой области развиваться? Вы знаете, я в детстве мечтал стать космонавтом. Наверное, так и остается у меня еще пока такая мечта. Не знаю. Время покажет. Да, я в детстве. Да, я в детстве. Да, я в детстве. Может быть, да. Приносить дальше, остаться в адресе космонавта, приносить пользу на этом поле. Может быть, как-то сменить род деятельности. То есть, еще пока никаких решений, ничего нет. И у нас сейчас идет период реабилитации после космического полета. И это часть нашей работы. То есть, мы должны все это дело закончить, а потом уже как-то дальше какие-то строить планы и что-то применить. Скажи, скажи. Кто знает? Кто будет больше? Honestly, I have no idea. So, it's… It would be great to have the opportunity to fly into space again, but I just… You never know what will happen. So, for me, for at least the next five years, I'll just be… Ванщик. 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 Что значит? Это значит быть в Ванне. Да? Классом. Да, хорошо, договорились. Отлично. Yeah, I really have no idea. Честно говоря, у меня абсолютно нет никаких мыслей про этом поводу. Конечно, потрясающе было бы слетать космос еще раз. С Максом. Ну, я согласен с Максом, то чуть-чуть рано уже принимать решение об этом, конечно. Но я отряд ЕКА, я астронавт, космонавт ЕКА и тому и буду. Если у меня еще полет, конечно, хочу, но это будет долго, конечно, потому что у меня коллеги, которые летают в космосе. И это один из вопросов, что я могу помогать, я могу задерживать их. И с моим опыте о вещах космоса и просто говорить с ними, что… опять думать, что зря с собой и что… как готовить лучше. Ну, эти вещи, конечно, важны для них, чтобы им легче летят в космосе. И это… Мои дела… Делиться опытом. Можно сказать. Спасибо. Ну, я думаю, сейчас вот Алекс, я знаю, что он очень популярный сейчас в Германии. Очень-очень. Я думаю, что, наверное, Ангела Меркель, да, второй человек, я думаю, что это Александр Герст сейчас в Германии. Поэтому… И, кстати, между прочим, вот все так-то как-то у нас привыкли, что там… На самом деле, я считаю, глубоко считаю в душе, что это действительно часть работы. Я имею в виду, это поездки, это рассказывать, популяризация космоса, пилотируемой космонавтики, встречи с людьми, где-то там со студентами, где-то… Потому что… Ну, это здорово. Это здорово в том плане, что это хорошее дело. Это лучше, чем, да, там, пропагандировать, я не знаю, что-то, то, что у нас иногда с экранов чересчур преобладает, какие-то нехорошие вещи. Поэтому… Это часть работы. И причем я могу сказать, что это… Ну, это сложная часть. Потому что, когда на виду, когда ты отдаешь, ну, частичку себя с больших… Ну, когда в больших аудиториях сильно устаешь. Потом эти, так скажем, постоянные командировки – это тяжело, но это часть работы. Это надо делать. Потому что… Проще всего слетать, да, ребят, до свидания, и все. И дальше это наше, и мы не выпускаем никакой информации. Я думаю, что это неправильно будет. Так что, Алекс, у нас следующее несколько лет будет работать в этом направлении. Большое спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? А было ли что-нибудь необычное? Ну, видели, может, какое-то редкое явление за время этой экспедиции природной? Может, НЛО-миум? НЛО-миум? Да, 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 да. Есть все фотографии. Ну, если серьезно, конечно, да, уже надо, это нужно, надо забежать. А на самом деле, если серьезно, то много всяких интересных вещей происходит и на нашей земле в том числе. И происходят они постоянно, те же там, наводнения, пожары, там, северные сияния, там, полнолуния, какие-то отливы-приливы, какие-то, пус, как они, песчаные бури, там, и, не знаю, вот, космолог, это так. Ну, да. Там будет здорово. Продолжение следует...